Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и у нас с тобой сегодня снова Трейдер Лайв Симулятор. Я не думаю, что он тебе очень сильно надоел, если бы он тебе надоел, ты бы это видео не смотрел. Смотри, многие написали, типа, вот фризов нет ни у кого, там, у меня нет фризов, я как играл на медиум, так и играю. Я рад. Я как играл на высоких, так и играю. Просто нужно было поменять, спасибо тебе огромное, добрый человек. Поменять просто режим с оконного полноэкранного на полноэкранный, и вся проблема ушла, то есть вот фризов нет больше. Все, я как играю спокойно на тех самых 60 фпсах, которые были у меня до обновления. Смотри, кстати, да, по поводу обновления, написало, что вот из-за голода убавлялась бы выносливость. Вот сейчас выносливость упала в самый низ из-за того, что я голодный. И она не постепенно снижается, то есть голод 90, там, у тебя выносливость там на 10% или еще что-то. Не соразмеренно, не соразмеренно. А просто, просто она сразу падает в ноль, и все, и ты не можешь бегать, когда голодный. Ну, как бы ни хрена не изменилось, просто они добавили индикацию этого состояния. Добавили также вот эту вот индикацию того, что у нас закончился бензин в каком-то из транспортных средств. Это, конечно, очень здорово, но не очень полезно. Парень, который пишет мне, что писал, по крайней мере, точно, что вот я обосрал все это обновление, хоть и назвал сногсшибательным обновлением ролик. Дружище, я это сарказмом назвал. Это не потому, что я реально считаю, что оно сногсшибательное. Оно не сногсшибательное. За такие деньги, которые я заплатил за эту игру, и думаю, если ты покупал эту игру, то, не знаю, может быть, ты чувствуешь эту обиду. Если не чувствуешь, то я за тебя могу только порадоваться. Так вот. Я не увидел здесь за такие деньги, за которые покупал игру, охренеть каких хороших обновлений, а добавленных каких-то фич за пятихатку тебе в обновлении суют просто новые индикаторы. Классно, что вы добавили индикаторы, но, блин, толку от них мало. Ну, так как у нас сейчас с вами ничего не фризит, это очень радует, это меня очень радует и ни капельки не раздражает, мы будем с тобой сейчас раскладывать товар. И да, кто пишет, что вот ты ни хрена полезного не сделал в серии и просто раскладывал товар, так в этой игре весь прикол в этом и есть. Понимаешь, ты раскладываешь товар, покупаешь товар, раскладываешь товар, продаешь товар. В этой игре нет такого смысла, чтобы ты, блин, чем быстрее бегаешь, тем быстрее побеждаешь и проходишь эту игру. И здесь можно просто, вот, ходить и собирать прибыль, покупать овец. Теперь можно баранов этих, как они там называются, и коров, и курей. В этой серии мы с тобой купим баранов и коров. Купим денежек немножечко и купим обязательно. А сейчас, сейчас, сейчас у нас, можно сказать, такое творческое, творческое времяпрепровождение. Мы ходим, просто ничего не делаем, ждем, пока у нас накопятся денежки в кассе. Да, пока у нас есть время, мы с тобой перепаркуем наш автотранспорт. Автотранспорт, я думаю, вот эту вот машину нужно, зря я начал вот сюда выезжать, машину нужно перепарковать к воротам. К воротам, у которых стоит стол для джаббера. Вот, вот сюда вот бросить. И да, да, я знаю, что я очень здорово сделал по типу, ну, по поводу вот этого вот, вот туалета и ванной, что стол отгородил, а туалет с ванной на улице. Ну, блин, что же делать-то, что же еще сделать, мне нужно как-то было в туалет ходить. А возможности такой не было. У меня туалет вот на улице. В деревне живу, что я могу сделать? Что я с этим могу сделать? Ничего. Вот, клубничное печенье. Клубничное печенье там еще есть, но можно выложить. Морепродукты, погнали, выкинем. Потому что там их больше нет. Морепродукты, морепродукты. Блин, да, а куда их поставить-то можно? По-хорошему их нужно ставить вот вместе с пиццей. Но так поставим спицей. Вот вообще морепродукты, шоколадное молоко и... Вот это сочетание идеальное, мне кажется. Как ты считаешь, идеальное ли это сочетание, или это глупость? Я все-таки думаю, что это идеальное сочетание морепродукты и шоколадное молоко. Самое вкусное, что можно придумать. Как ты видишь, уже настолько ровно, как раньше было, у меня не получается делать. Но совсем наплевать на это дело я не могу, потому что все-таки компактность это основной пунктик, почему я складывал все товары ровно. То бишь, если я сейчас начну хреначить, как получится, то у нас с тобой будет просто... Точнее, не будет как раз-таки хватать места на товары. И они будут лежать на трех полках вместо двух, или, например, на двух полках вместо одной. А это вообще не камильфо. Следовательно, мы будем заниматься этим ровным раскладыванием, хотя бы относительно ровным раскладыванием, чтобы экономить место в холодильниках, на полках и везде, где раскладывается товар. Вот. Что я хотел тебе еще рассказать. Игрушки по типу ровта... Не по типу ровта, а конкретно ровт. И конкретно игрушка будет выходить... Пока еще не знаю, наверное, по настроению. Все-таки она будет выходить, просто у меня сейчас вообще нет особо времени. Вроде как бы начал проходить The Tenants, и пусть он проходится. А ровт мы с тобой обязательно пройдем, может быть, даже на стриме. Потому что ровт это такая игруха, которая... Которая вот такая вот игруха. Просто сидишь, да играешь, там расслабляешься. В океане плаваешь, как говно в проруби, и... И все. И занимаешься своими какими-то делами. Ловишь крючком предметы разные, делаешь этих предметов какие-то приколюхи. И все, наслаждаешься жизнью, в общем-то. Одну-то можно, наверное, печенюху бросить вот сюда. Пусть стоит. Пусть стоит. Дядьки, покупайте скорее. Покупайте скорее, мне нужно... Мне нужны деньги. Мне нужны деньги. Мужики, мне нужны деньги. Как хотите, мне нужны деньги. Вот так вот брошу. И вот так вот брошу. Ну... Ладно, вот так пусть стоит. И бросаем еще вот... Давай вот так ставить. Типа, если игра позволяет, как я уже говорил, мы будем пользоваться этими позволениями. То есть здесь можно заступать немножечко за границы. За границы мебели. Следовательно, мы будем этим пользоваться и будем делать так, как нам позволено. Я думаю, мы можем уместить еще одну коробку этого корма. Но делать я этого не буду, так как... Эть! Опять я сижу где-то вообще непонятно где. Не знаю, мне сейчас вот придется как-то там меня вырезать так, чтобы я ровно сидел, потому что что-то я как-то, блядь, то ниже, выше, то слева, то справа. Но ты-то увидишь, что я ровно сижу, а вот, блин... Я-то не увижу, что я ровно сижу. Вот. Кукурузные хлопушки. Так, они у нас с тобой вот так вот стоят. Ну, блин, поместятся, наверное, да? Поместятся, поместятся, поместятся. Куда же они денутся? У них вариантов нет. Так, вот так вот поставим. Вот так вот, вот так вот, так вот, как говорил Александр Невский. Вот так вот. Не тот Александр Невский, о котором ты подумал, а тот, который вот так вот. Если ты его не знаешь, то прямо загугли то, что я сказал. Александр, вот так вот напиши, и будешь знать, кто это такой. Зачем я это говорю? Я не знаю, мне просто нужно что-то говорить. В животе опять урчит, потому что... Подожди, а что что поел? Тебе не кажется, что голос стал... Стал прибавляться гораздо быстрее, чем раньше? Это хрень какая-то получается. Ну... Мне кажется, он так раньше никогда не прибавлялся быстро. Прошло времени только... Ну, сколько с утра самого прошло? С девяти часов прошло... Семь часов, и у нас уже... Голодный персонаж... А-а-а-а! Твою мать! Он теперь... Он теперь... Берет гораздо меньше. Кстати, вот здесь написано 3 доллара. Ни хрена не 3 доллара. Я только что, по-моему, отдавал по 15 Это, конечно, классно сделали Это, конечно, очень здорово Но зачем? Ведь было и так нормально Ты мог просто приехать, отдать 65 долларов И наесться на полную эту Зачем мне несколько раз-то тыкать? Но чтобы зазря не тратить 65 долларов Может быть, мне нужно якобы там, не знаю Всего-то столько-то процентов А ты хочешь там, ну, не знаю И голод у тебя, например, 15 И ты хочешь восстановить его? А зачем? Зачем его восстанавливать, если... Глупость, короче, какая-то Зачем это придумали? Непонятно Я смею предположить, что это из-за обновления В котором написано Что нужно держать вот Не ниже Не выше, точнее, 75 Чтобы не заболеть То есть мы же с тобой никогда не ели На... 75 Мы всегда до сотни доживали И то даже после сотни Не всегда ели А здесь, получается, нужно есть до 75 И чтобы зазря не тратить 65 долларов Так как 65 долларов восстанавливают почти сотни Наверное, разработчик решил именно сделать... Ну, сделать именно так Не знаю, не знаю Не нам его судить Молодец, разработчик Сделал и сделал Главное, чтобы больше денег с нас не брал За то, что мы покупаем себе еду А оливки-то у меня где стоят? Оливки-то вот тут вот стояли Да? Это тебе оливки? Это горошек, горошек А горошек у меня стоял где? Вот тут, наверное Вон там будет стоять Собрали денюжек Я думаю, что мы с тобой сейчас Поедем лучше за закупкой За какой-нибудь, да? Закупимся Блин, да нам все нужно так-то Нам уже из... Даже не знаю, что нам нужно покупать Нам нужно все купить Нам некуда поставить вот это Мне написали, что вот Когда же ты сделаешь все-таки Закупку товара По два экземпляра каждого Блин, я даже не знаю Когда мы с тобой это сделаем Честно тебе говорю Может в следующей серии Сделаем обязательно Может быть обязательно сделаем Может быть обязательно не сделаем Просто на это же нужны деньги На это нужны такие, знаешь Нормальные деньги Чтобы каждого товара По два экземпляра закупить Хотя бы того же мяса Нужно уже косарь Нужно уже косарь А чтобы купить тортиков Нужно еще косарь с небольшим И получается, что у нас два... Кстати Погоди Криво стоит холодильник Холодильник криво стоит, правда? Или это меня так коробит уже? Криво же стоит Серьезно Или он относительно этой ерунды Криво стоит Относительно стены он ровно стоит Наверное из-за того, что вот это вот стоит Вот этот холодильник стоит Наверное из-за этого смотрится ровно Ну и ладно Надеюсь из-за этого А не из-за того, что я криво поставил Потому что я ровно вроде стоял Я старался скук, помнишь? Или не помнишь? Я не знаю Вырезал наверное этот момент Когда ставил эти холодильники Хотя нет, вроде не вырезал Вот чайок у нас кончается чай кстати да у нас на складе даже нет да ну так вот если вот это вот пойдем бросим у предлагаю сгонять магазин затарится хотя бы не знаю чем чем всем хотя бы хотя бы хотя бы чем-нибудь затарится как написали что это не сильно влияет вот это вот цена образования вот этого цена низкая высокая не сильно влияет на называют на прибыль твой магазин ну как же не влияет влияет конечно же эвакуатор до дома жалобы можно смотреть теперь у нас в телефоне я так посмотрел кстати там был написан что якобы есть возможность там настроить какой-то там этот как его называют вид вид по-моему будет можно настроить пользовательский как его настроить я пока не понял авто open shop 700 автооплата счетов за электроэнергию блин она даже покупать то больше здесь ничего кроме как кроме все кроме как ничего больше ну смотри 1899 этого хватит нам закупиться хотя бы в одном экземпляре каждому не каждого кроме конечно же нет это ерунда на этом мы не поедем а здесь у нас чем здесь у нас 95 95 96 можешь попробовать пикап загрузить или тоже глупость наверно глупость пикап я купил просто тупо чтобы он был потратил две с половиной тысячи чтобы он был просто чтобы был но просто в нем реально пользы никакой нет так как он так как он бесполезный он по сути нихрена ничем не отличается от нашей желтой машины так что я не побоюсь этого слова он нам не нужен но продажи идут у нас дальше достаточно быстрым ходом и думается мне что в следующей серии мы с тобой о чем следующая серия мы следующей серии с тобой что-нибудь придумаем затариваемся мы наверное все-таки всеми товарами в двух экземплярах думаю да думаю сможем а в этой серии мы сейчас затариваемся сейчас затариваемся как ух трейдинг компани отвалил баблишко сейчас затариваемся а в конце серии поедем с тобой за коровками за быками за животиной короче поедем хорошая хорошая цена здесь на все хорошая цена это радует вот этого купим хорошая цена я думаю хотя бы вот это вот с ерундистики мы накупим с тобой чтобы она у нас была рина рис уже жаловались так что вы укуп может две пачки начать еще жаловались у нас нет нет ни на что больше не жаловались удобно сделали через телефон можно посмотреть жалобы так как вот ноутбук у нас не невозможно было привести в магазин и джаберу я считаю что это это хотя бы единственная полезная штука которая который хоть ну не знаю хоть какую-то пользу приносит высокая цена высокая цена короче сегодня на консервы высокая цена блин я даже не знаю давай не будем тогда покупать из высокая цена высокая цена завтра приедем посмотрим еще чего-нибудь вот на горох на горох наливки на вот эти вот можно в принципе посмотреть и купить ночь наступила опять что ж такое то так быстро происходит сахар овощи фрукты нам не нужны на 7 долларов больше чем нужно здесь на 5 долларов больше чем нужно торта насколько дороже на 12 долларов а ты говоришь что это ерунда это нихрена не ерунда яйца дороже на 5 долларов но яйца мы купим так как у нас их нет и да ох нифига себе за 415 можно прикупить за 415 я конечно же куплю как не купить 149 28 со скидочками будем покупать чтобы не прочитаться что-то я хотел сказать по поводу от обновления что-то мне в комментариях там писали что да реально пользы никакой особо нет от этого обновления никакой полезной функции сюда не добавили честно я с тобой согласен да ни хрена не добавили что новый и интересно я особо не буду многословен то потому что у меня в голове каша я не понимаю что мне нужно сделать я понимаю что мне нужно сейчас вот накупить на макарушку еще купим и поедем вот с этим вот добром в наш магазин раскладывать товары как вы любите все 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 собрал очень удобная штука вот так вот что вот так вот можно собирать мы реально полезно и тележка там остается да очень классно и вуаля я застрял просто застрял вот в это в дереве а застрял я знаешь почему потому что у меня задние двери за что-то зацепили за что я так и не понял наверное за за что а здесь не за что цепляться даже магия наверное какая-то случилась и я зацепился хочу заметить что сейчас наших денег хватает вполне для того чтобы купить даже какой-нибудь живу какую-нибудь животину но мы этим пока заниматься не будем потому что мы с тобой как бы люди простые нам нужно для начала хотя бы рис шум туда наложить по-моему там рис и стоял да наверное да мясо вот сюда бросим и вот это вон туда мы люди с тобой простые мы сначала денежки заработаем чтоб потом их потратить я не хочу в ноль покупать трех баранов этих двух точнее двух они там по 350 если не ошибаюсь стоят так что как-то 350 350 700 мне остается 200 долларов и на что просто не на что ничего не купишь на такие деньги кода мы бросаем в холодильник как как и всегда корошки сюда кола вот сюда зубную пасту вон в ту химию вот сюда вот яйца яйца вот сюда рисок вон туда бобы на оливки поставим чтобы знать что это в консервы ткань сюда и подгузники вот сюда и начнем расставлять чтобы к утру у нас было все выставлено чтобы к утру было все выставлено покупатели пришли подумаешь ни хрена себе какие молодцы здесь труженики работают выставляют товар ночами чтобы мы могли радоваться наполненным полка в магазине самого утра я на самом деле хочу просто заработать чуть больше денег чем возможно точнее чем чем заработал сегодня у меня это получится сделать а все почему а все потому что то что я это хочу просто хочу и да если ты думаешь если до сих пор конечно смотришь это видео что я обосрал эту это обновление я не обосрал это обновление я критиковал это обновление потому что я заплатил за него деньги есть ну я просто начал говорить не договорил смотри ты если думаешь что этого достаточно для игры с такой стоимостью я цепляюсь за стоимость если она стоила 200 рублей я бы не вообще не придрался то есть она тут за 200 рублей чё ты хочешь как правильно написала одна девушка что вот блин разработчик ни хрена вроде девушки из чё извини разработчик ни хрена еще не сделал а деньги уже рубит серьезно он ни черта не сделал он по факту то просто сделал игрушку которую можно расставлять товары в магазине в котором автоматом появляются какие-то рандомные чуваки которые покупают рандомные товары вот это веселуха вот это блин геймплей и ты все время которое ты играешь ты просто расставляешь покупаешь расставляешь товар ты не влияешь на ценообразование ты не влияешь на свой магазин никаким образом ты там не украшаешь свой магазин чтобы у тебя рейтинг был побольше чтобы тебе больше покупать или пришло мне ты ничего не делаешь ты просто блин покупаешь продаешь даже не продать не продаешь ты сам не продаешь ничего в этом-то вся и приколюха этого этой игры что ты ничего не можешь делать со своим магазином кроме как находиться в нем продавать товары которые купил ты понимаешь если бы она стоил 200 рублей я бы хоть я бы даже не пожаловался но когда она стоит таких денег то ты ждешь как минимум чё-то более грандиозного за такое время как который она разрабатывается если ты не ждешь что я ну рад за тебя я думаю что у тебя не особо высокий порог получения удовольствия до геймплей от игры от самой требования тебя не особо высокий ну или ты миллионер хрен его знает я как обычный человек с обычной там зарплатой с обычным доходом я не могу сказать что я удовлетворен такой игрой и удовлетворена работой разработчиков за 500 рублей можно блин продавать более-менее нормальную игрушку которая более-менее разработана который более-менее претендует на что-то хотя бы более-менее более-менее а тут получается что с нас взяли деньги понимаю что с нас взяли деньги не за просто так и за работу но работа должна все-таки быть видна нам с тобой а я ее не вижу изменили шрифт добавили полоску стамины рейтинга магазина рейтинга магазин ничего не влияет на что он влияет на цены в магазине ни хрена он не влияет что я стал больше зарабатывать этом магазине ни черта не зарабатываю сколько вот за день заработалось 1863 так обычно так и зарабатывался 2 митва и 2 миллиона 2000 долларов так и было закрой все как бы ничего не изменилось дверь там открывается закрывается вот и поэтому я так говорю если тебе игра нравится я рад за тебя честно я у прям искренне рад я бы хотел также радоваться как ты этой игре но не прям так сильно рад мне кажется рад что она у меня есть и что вы ее смотрите а вот то что вот она столько стоит и что разработчик на нас всех с тобой на всех с тобой прям вот с тобой кладет кладет не буду говорить что он именно кладет на нас с тобой по моему и так всем ясно что он положил ну вот это мне обидно вот это конечно обидно но чё ж мы уже же играем правильно мы уже играем с тобой хрен знает сколько какую серию хрен знает сколько часов мы с тобой наиграли и не будем мы портить себе настроение просто тупо объемом обновления от разработчика не будем мы с тобой портить впечатление от игры и вот этим вот тем что разработчик на нас кладет он может хочет как как лучше а получается вот так самое главное это он нам подарил возможность поработать в магазине открыть собственное дело открыть собственное дело бизнес магазин свой понимаешь когда бы тебя был свой магазин никогда мне конечно может быть и был может быть у тебя даже есть не хрен оси я тебе завидую даже атаку нас взяли а так мы взяли с тобой и открыли магазинчик и все хорошо мне же горло болит просто я то ли заболел то ли еще чё-то у меня с горлом вечные проблемы я вообще понятия не имею что мне с ним нужно сделать я уже и молоко и мед и чё только не этого а но все равно вот как был так и остается понимаешь проблема проблема и голос из-за этого еще меняется прям прям не по себе становится когда так говорю время пять часов утра уже ёшки матрешки а когда же так быстро время пролетело мы разве не пять минут назад начали расставлять товары хотя а 10 минут назад почти 10 минут мы расставляем товар разговариваем с тобой ни о чем и наслаждаемся игровым процессом вот эта игрушка конечно очень подходит для стрима то есть она прям такая простая раз были некрасиво как поставил простая размеренная ты ходишь там не знаю расставляешь того требуется холодильник я хотел поставить сюда холодильник нужен забыл забыл представляешь сейчас бы разложил яйца и все и протухли бы они мне опять что такое то я же только что поставил ровно так как мне нужно я же установил позицию и ты должен был ее так поставить вот 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 не знаю здесь мы не будем заморачиваться вот эти вот совсем вот совсем с ровной расстановкой ну типа относительно друг другу хотя пусть ровно валяются плюс минус там хрен к носу прикинем и вот так вот пусть лежат мясо мясо это важно мясо это дорого мясо это прибыль мясо должно быть нашем магазине так же как в нашем рационе блин не помещается прикинь не помещается и как быть никак не быть пусть не помещается да что такое что такое-то возьми да положи молодец так какие коробки нас еще остались чай 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 чайочек ставим вон туда и ставим вот сюда красота 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 неописуемая просто красота чайок расставили блин есть чай был поменьше в поменьше в коробочках было вообще отлично просто в таких коробках он прям очень громоздко во первых много места занимает а во вторых он во вторых он много места занимает мало прибыли приносит а могли бы я не знаю его не в развес по два килограмма пойти продавать не такой фасовкой а поменьше там в пакетиках или как нибудь еще а то как-то прям очень очень много места он занимает разложим сейчас с тобой макарохи и поедем за животиной поедем за животиной а потом поедем на ферму смотреть на эту животину и также возьмем возьмем посмотрим сколько там прибыли что ли приносит нам эта животина и стоит ли его вообще покупать нет не настолько все плохо я хочу поставить вон туда вот ровненько вот так вот отлично соберем давай прибыль давай уходи мужик сваливай давай я хочу прибыль взять 322 доллара собрали фары нужно выключить вид переключить выйти из машины и поехать на мопеде я хочу на мопеде ехать мне сказали что это bmx наверное купил я и неплохо было бы увидеть это дело все остарить от третьего лица я да я буду очень рад был бы если добавили третье лицо я даже во всех гонках которые я проходил играл всегда третьего лица потому что третьего лица играть гораздо удобней ты ощущаешь и понимаешь где ты находишься от первого лица можно играть только с рулем точнее не то чтобы можно нужно играть только с рулем чтобы ты как бы погружался в эту игрушку хотел я кстати руль купить когда-то недавно совсем хотел купить руль и пройти четвертую форзу но что-то я как-то бросил эту идею и и все так давай корову купим и купим овцу курей мы не будем больше покупать пусть у нас будет одна корова одна овца я не знаю дают они вообще потомство или нет если они дают это вообще имба какая-то получается а если не дают то это не доработка просто получается потому что если их двое хотя бы то но они должны хоть чем-то там заниматься почему они не могут там родить теленка и я бы его там зарезала продал на мясо я не знаю ну или наоборот наоборот там не зарезал не продал на мясо зарезала продал на мясо например большую коровку короче неправильно все это мужик 20 долларов ты серьезно сколько почему 20 то что ты блин за человек такой почему так мало нет чипсы r поэтому у нас немножечко упал рейтинг смотрим коровка коровка а чё ты это самое аааа ты лежишь ух ничего себе у тебя уши какие волосатые давай вот так вот тебя на превьюху возьмем если ты стояла было вообще отлично но не хочешь стоять не надо мне ж не жалко ой блин ни хрена себе где ж она так прям так громко как будто она у меня в ухе была давай тебя тоже на превьюху возьму эй посмотри сюда вот так отлично чего кто колокольчиком звенит что происходит а можно на ней кататься поехали эй нельзя на ней кататься очень жаль я просто не понимаю как они прибыль приносят как часто как скоро в каком объеме тоже 4 курицы за 50 долларов то есть 200 долларов в купе они стоили дали нам 20 долларов то есть 10 процентов от своей стоимости то есть 10 дней они наверное купаться будут значит корова нам должна дать с тобой 50 и 35 овца соответственно то есть 35 50 85 и 20 это у нас 105 да наверное да 105 долларов мы должны собрать завтра утром или не завтра утром когда-то короче мы должны собрать с тобой 105 долларов ну я думаю на этом мы на серию с тобой закончим и в принципе это все поедем сохраняться сохраняемся естественно прощаемся на этом до следующей серии так сохранить игрушку и всем до скорой встречи спасибо за просмотр ставь лайк обязательно и подпишись на канал поделись с друзьями видео увидимся с тобой в следующей серии в новых игрушках в других игрушках пока